Реабилитация До колена тянет И в грудном продрузии не сильно беспокоит Ясно Ты мне скажи, это самое, левая нога, правая нога Когда обострение у тебя было? Да неделю две назад началось Неделю две назад началось А ты пришел ко мне только через две недели Как обычно, когда приходят Как обычно Уколы были какие-нибудь? Никаких лекарств, ни обезболивающих, ничего? Один укол делал обезболивающий Брат-жен имел Брат-жен? Сам не мог, у меня спина болела А ему надо помочь Пришлось себя обезболить Правильно, то есть ты ему это самое показывал Нет, у него шейный, прихватил А, ты его мял? А, я думал, он тебя мял А так как болело, пришлось один уколчик сделать А, ясно, хорошо Ясненько Так, ребята, в принципе, все понятно Сейчас мы сделаем следующее Давай-ка встань вот сюда У меня здесь немножко тесновато Но, по крайней мере, нормально То есть мы видим, что он сейчас у нас встаёт Поместился, да, в камеру Еле-еле И у него поясничный лордоз, он сглажен Так, теперь покажи чёткое место, где у тебя болит Так, прямо здесь И в правую ногу По лампасам или как? Прямо по лампасам до колена Ягодичный Ягодичный и сюда Классно, Артур, на камеру писать Это самое анамнез Я же потом, если что, забываю Я потом хоп и смотрю Там-там, а потом проверяю Так, теперь давай-ка попробуй наклонись вперёд Насколько сможешь Боль тебя остановит Хорош Нормально Нормально Вот так, да Не тянет никуда? Тянет Тянет поясницу А ногу поднять не могу Ногу не можешь поднять Замечательно Так, теперь это самое Наклонись влево и наклонись вправо Отлично Отлично Хорошо Мы видим зажатый У него с левой стороны полностью весь поясничный отдел И с правой стороны поджат у него только L4 или L5 и S1 Так, теперь боком ко мне развернись И потихонечку прогнись назад, насколько сможешь Хорош Всё отлично Больше не надо Всё, поворачивайся ко мне сюда Отлично Так, теперь беглая проверка правой рукой Нос ты понял, да Правой рукой просто это самое, да, волосы И другой рукой Так, то есть у нас старт руки хороший У нас как бы с руками нормально Теперь подбородком, да, коснуться к груди Отлично Теперь назад голову Хорошо В середине шеи проблема Теперь это самое Одним ухом одного плеча Так, и другим ухом другого плеча Хорошо Вот с этой стороны у тебя справа как раз у тебя проблема На середине шеи и чуть внизу Подбородком достать плеча Шикарно Хруст идёт Так, и другим Отлично У него правая сторона У него немножко заблокировано И в принципе и вверху тоже И это нормально Так, ребята, мы его сейчас раздеваем по пояс Я стилю сюда уже подготовил Только они, извини, не глажены Наволочкой и чистой вот эта простынка И его сюда укладываем А потом я ставлю камеру сверху И мы его пишем Как раздевается я не буду показывать Так, ребята, пациент уже на изготовке Теперь моя задача положить сюда аккуратненько камеру Так, и посмотреть, что там есть Попал он в кадр или не попал Всё, он попал в кадр У нас всё отлично Главное, чтобы у меня телефон не упал Ощущение Так, есть, отлично Так, то, что Вот у меня Лена Она сейчас на реабилитации Если ты видишь Лена Именно А то последнее видео у тебя с ней А у меня с ней А я не успеваю выкладывать У меня до этого был ещё парень А я ему, это самое, две или три недели с ним работал А Ленка поломалась И эту самую руку Ну, у ней стоит титан В правом плече Так, руки у меня холодные Холодные И у Ленки есть одна такая интересная особенность Интересная особенность Когда камера выключена Она начинает что-то вещать Так и ты То есть ты успел сказать следующее Что у тебя Ногу поднять тебе нельзя Ногу поднять когда? При движении Нет, когда сижу Когда сидишь Если прямую, вообще нереально Так, у тебя Л4, Л5 Блокировка связок Здесь вот тут немножко с этой стороны Так, в принципе, у тебя они Вот здесь у тебя вот этот переход Вот, видишь, и боль пошла С правой стороны У тебя вот этот вот Прямо текресец, да Да, то есть у тебя Если помнишь Вот он крестец Это четвертый, пятый И сюда как раз Здесь вот тот легкое нажатие И отдала как раз теперь вот эту ногу И мышцы пошли в плавный зажим Ничего Это нормально Так Здесь у тебя Тоже небольшая Это самая блокировочка 12-й и 1-й поясничной Я вот говорю Артур меня прекрасно понимает Он очень хороший специалист Но он не захотел работать По специальности массаж И это правильно Так, и у тебя Здесь вот тот шея У тебя уже полгода Она у тебя в блокировке Вот эта часть у тебя До четвертого грудного Начиная с седьмого И здесь у тебя тоже Так, с давлением как тебе? Нормально? Сейчас нормально Я в последнее время даже не вращаю на него внимание Шикарно Отлично Так Выпрямляющий У тебя паравертебральный валик Весь у тебя Опа Вот у тебя здесь квадратка Она у тебя Защелкнута Квадратка Квадратка Почему определяю квадратка? Потому что Выпрямляющий спину У тебя здесь Они у тебя в жрутах И здесь у тебя Трихера И так как они находятся На проекции квадратки А я туда в квадратку Сейчас пока не лезу Она у тебя тоже Идет в зажим Пока Я тебя Пока просто смотрю То есть, ребята Сейчас что получилось? Сейчас я гляну еще раз Не нажимаю на кнопку Сейчас посмотрю Все идет отлично Ребята, что получилось? Человек сначала Мне позвонил Мы с ним договорились На завтрак А потом Он мне позвонил Еще минут через 15 И сказал Андрей Не могу до завтра дожить Просился с работы И еду к тебе Я говорю Да, хорошо Так, ребятки Мне нужно сейчас для вас Вот этот вот верхний свет Все же Так Так, ребята Мы работаем Здесь у него сразу Вся правая сторона Входит в зажиме Потихоньку Не спеша Кстати Ты не первый Который вот так До последнего Тянет 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 А потом уже Когда защемило Тогда уже Появляется Есть еще Интересные Индивидуумы Те приходят Когда уже полностью Тело ухан доком Со словами Со слезами Андрей День-два Что-то надо сделать Как правило Андрей Делает что-то сзади Они не уходят Появляются Недели через две Через три Опять так же Вот Так Если больно Пищи Хорошо Давай Так У тебя спина Стала Шире Ты Килограмм На пять На десять На десять Стал Чуть массивнее Это отлично Для мужика Это классно Не больно Нормально Терпион Силограмм Отлично Да я собрался Думал Сходить В Казань На полежке Эту самую Заказал Для съемок Штакив Такой 3D Вот И он должен прийти Как раз он уже пришел Я хотел его забрать Сейчас у меня потом На час Пациент Следующий Поши Соберу Я тебе могу сказать Что ты тугой Сам по себе То есть У тебя Здесь Сейчас я начинаю Тебе шевелить Она у тебя Практически не шевелится Ощущение Воздушного шарика Когда пытаешься Воздушный шарик Его помять Который туго-туго На пол Нормально Комфортно Я стараюсь Если ты помнишь Тебя сейчас Делать так То есть Правая рука Работает у меня На противовес Чтобы ты Не шевелился Чтобы у тебя Шевеления Были как можно Меньше Я тоже стараюсь Сильнее расслабляешься Я чувствую Ты сильнее Расслабляешься Да Конечно Что хорошо получается Ничего 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 У тебя нормально Автономка У тебя работает Нормально И вот Ребята Совершенно Сейчас Очень интересное Место Очень интересное Место У него В районе Начиная С третьего Поясничного Позвонка Есть Мохнатость Мохнатость Это Классная Штука Он Мохнатый Больше Чем я Я тоже В этом месте Мохнатый И когда Ребята У меня Начинают Работать Если ты помнишь У них Сразу На этой Мохнатости На этой Мохнатости Исключаются Любые Терки Любые Растирания Можно В принципе Владить Но при этом Андрей Микулин Выставляет Следующие Условия Чтобы ни один Волосок Отсюда Не Отвалился Не был Оторван Чтобы никакой Не было Депиляции И Здесь В этом случае Исключаются 98% На этой области Всех Возможных Приемов Из классики И Оставляется Как я Называю Только Аля Точечная Работа Аля Точечная Массаж У меня Была История Интересная Но я И тебе Рассказываю На камеру Тоже Работаю В Дубовке Стационаре Вертибрологии И вот Где-то Через месяц Приходит Ко мне Женщина Ее Назначает У ней По-моему Поясничный Отдел И Грыжа И Ну там Соответственно Попадали Ко мне Не только Ко мне Там у нас Сначала Двое было Потом Чуть больше Попадали Люди Которым Уже Если Мы Как бы Последняя Инстанция Массажисты Если мы Ничего не можем Делать Тогда они Попадают На операционный Стол Массаж Он был Нормально Ритм Выдержал Хорошо Отлично Отлично Я Поменял Ритм Если Кто Увидел То есть Шарик Немножечко Стал Мягче Вот Сейчас Прихожу Судна Выравниваю Вот И вот Она вся В родинках Она вся В висячках То есть Просто Я тогда Работал Первые 8 лет С маслом И как раз В дубовке Я работал С маслом Я Говорю Слово Дубовка Это значит Центр Вертебрологии Вернее Не центр А это Стационар Это клиника Официальная Клиника Медицинская Я ее называю Элитная Воронежа Воронеж Воронеж Холодске Потому что У кого Проблемы Со спиной Все Там Или были Или Знают Или были На консультации У самого Главного Доктора По спине Так Нормально Да Здесь я тебя Войти не могу То есть У меня Поверхность Твоя Это блокирует И у тебя Сейчас идет Тихо 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 У тебя Внутри Твоей ноги Вот Все Что прикрепляется Поясница Оно Полностью У тебя Стянулось Мне его Штаны Совершенно По Барабану Как и ему Тоже Фуфайку Если я Застелен Помню Да То есть У нас Есть Проверочный Такой Блок На экзамене Или после Экзамена 2К То есть Мы Стерим Любую Хоть Одеяло Толстое Хоть Одеяло Тонкое Хоть 5 Хоть 10 Хоть 20 Полотенец Хоть ваттную Телогрейку И Ребята Так же Работают Как будто Они Касались Обыкновенного Тела При этом Мне приходится Друзья Сейчас Контролировать Своё Дыхание Почему Потому что Передо мной Средне 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 Зажатый Пациент Плюс У меня Кушетка По высоте Сейчас Она у меня Высокая На 20 Сантиметров Поэтому Мне приходится Компенсировать За счёт Своих Рук Так Отлично Пристал Киплеть Киперемия Пока не появилась Это Хорошо Так Я смотрю У меня получилось Стихийно Создался Канал Вкусный Андрей Вкусный Андрей А вот А знаешь Откуда Артур Тебе говорю Это самое Я В том году Вместе С медаппаратурой Взял Аппаратуру Обеспечения Так называемый Автоклав Медицинский Мы его С отцом В том году Попробовали А он Пришёл Без Термометра То есть Немецкий Автоклав И там Накрытый Термометр То ли Мне его Специально Продали По заниженной Цене Потому что Накрыт Термометр Он же Немецкий Германский И термометры Антур То ли Он В момент Когда его С Деком Сюда Перевозили В Трест Вот А тут Получается Мамка Пошла В магазинчик Я её Повёз Она покупает Рыбу Килограмм Пять Я у ней Выцыганиваю Где-то Наверное Килограммчик Под автоклав Мне Она даёт Эту рыбу Попробовать И Мне надо же Куда-то писать Да Я начинаю Это всё Это самое Как бы Складывать У меня Сначала Канал Ясная Жизнь С Андреем Микулиным По лесу Хожу уже Несколько лет И снимаю Чуверия Ребята Потом мне Говорят Андрюха Мы с тобой По лесу Сами ходим Мы сами Говорят Балди Как и ты От природы Я выкладываю Туда И мне Моя ученица Катя Пишет Говорит Андрей Тебе надо Сделать Кулинарный Час С Микулиным А другой Мой друг Сергей Потом Когда Это То есть Я это Выкладываю Опять Надписи Эту Он Мне Ночью Уже Пишет И утром Я читаю Типа Назови Канал Вкусный Андрей А вот Я его Думаю Ну а почему бы Нет Вкусный Вкусный Ну слово Вкус Это как бы Ощущение Как бы Нормальное Я создаю В телеге Вкусный Андрей Вот А потом думаю Ну что Через какое-то Время Через какое-то Время У народа Так как в телеге Все это складируется От моих видосов Память Варумбайс Он же накапливает Я начинаю Осваивать Быстро Ютуб А вот И потом Переформировываю Все это Туда Туда Кидаю На Ютуб И потом Переделываю Как раз Вот этот канал Вкусный Андрей Вот А проект Доктор Микули Он в принципе Должен был Стартовать И он как раз И стартанул А тут еще Артур Интересная вещь Одна такая Ты наверное Не в курсе Я С сентября Этого Года Закрыл Старый формат Академии То есть Новых У меня Учеников Сейчас Нету И не предвидится Новых учеников Последняя Была Катя И Перешел В режим Обучения Массажу То есть По русски Одинка Отдаю Бесплатно Любому Не видел Я не слышал Вот ты как Специалист Как раз Ты меня Прекрасно Поймешь То есть Есть Такой Некий Подвох Да Чего Андрей Никули Нахренил Обалдел Решил Отказаться От денег От учеников Как бы так Да В принципе От обучения Как бы Вот И вот Девять лет Моя академия Тридцать учеников И ты Один из них И вот Я Думал И размышлял Что ценного Вас И что Менее ценного Во всех остальных Вот вы Спецы Вы Крутые Спецы Очень Крутые Спецы А остальные Не особо Крутые Спецы Но они Не знают Почему Они Не особо Крутые Спецы Вот Так вот Подвох Заключается В чем Я За 9 лет Понял Одну Интересную Истину Что без Обратной Связи Научиться Профессиональному Массажу Нельзя Как ты считаешь По-другому Вот Или по-другому По-другому Я называю Это Ну как Хотите У меня канал Открытый Я в принципе Говорю То что у меня В голове И то что у меня На языке Без Транскрипции То есть Без Пинков Без Мандюлей Ну дальше Я не буду Расшифровывать Там матом Уже Прокторка Идет Да Обучаться Массажу Нельзя Я был В этом режиме У Ивана Николаевича Щеголева Буквально Два года Режим Режим Когда ты Этот пинок В любую Секунду Готов Получить И если Ты не справишься С этим пинком Ты можешь Идти Гулять Дальше Обязательно Понять Обязательно Понять Да 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 Ивана Он в принципе Никогда не ругался Особо Он только Слегка Слегка Повышал голос Как бы так Немножко Иногда Ругаться Он особо Не ругался Но В каждом Его фразе И слове Сквозило Следующее Что если Ты Будешь делать Как делал Раньше Так как У тебя Раньше Не было Понимания То можешь Топать Дальше Вот Он пару Тройку Раз Поначал Он мне сказал Такую фразу Андрей Ты что Завтра Хочешь Не прийти Ко мне А он Правильно Правильно Артур Вот А у Второго Моего Учителя У Андрея Борисовича Короткова Там Сама Специфика Медицинского Центра Была Следующая Жесточайшая Конкуренция Среди Массажистов Массажисты Приходили От трех дней До недели И уходили Штук 20 Менялось Он Собирал Команду Оставлял Только Самых 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 Лучших Ну и получилось Так что я Силу обстоятельств Стал его Учеником Вот И Равносильно То же самое То же самое Если я оттуда Что-то не делаю Меня Сама Вот эта Система Медицинского Центра Она меня Просто выкидывает А если меня Выкидывает Потом я уже Больше туда не появляюсь Ну там Контингент От 0 до 16 лет Он в принципе Был Дети Хотя у меня Были Тебе валик Нормально? Да Нормально Терпимо? Все 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 Отлично Ребята У него Средняя Нагрузка С продавливанием В пике 70 В основном Иду Где-то На 35 Это Сила давления От моих пальцев Массаж Выглядит Просто На самом деле Массаж Очень Сложный Во-первых Массаж Без масла Потому что 98% Которые Смотрят Видео Они И не понимают Что делает Андрей Николь Сегодня Был один Комментарий Одного Товарища Комментарии Все у меня Идут Сначала На модерацию А потом Я выставляю Или не выставляю Ну я соответственно Выставив Комментарий И выставляю Подобные Отвратительный Массаж Ленке Делаю Реабилитацию 5-й сирии Лечебный Массаж Он пишет Отвратительный Массаж Далее Мужчина Высокомерный То есть Ребята Я высокомерный Я поржал Над этим Потом Ничего не умеет Объяснять Тоже поржал Ребята Над этим В принципе Поэтому Я Хотел написать Товарищ А потом Думаю Да не Не буду Я писать Я просто скажу Об этом всем У меня есть Такая подрублика Мы сегодня С Артуром Будем ее В конце Писать Обязательно То есть На каждого Пациента Который Приходит Ко мне На реабилитацию Пациент Говорит Отзыв О работе Прямой При этом Он говорит Смотря В камеру Мы видим Лицо Выражение Лица И мы Слышим Голос Правдивый Неправдивый Купленный Некупленный Почему На сайте Массаж В РН Нету И никогда Не было Комментариев Комментариев И Отзывов Потому что Все отзывы Веб-разработчики Пишут В основном Сами Вот Поэтому Специально Была сделана Рубрика Рубрика Для доктора Никулина Спасибо Доктор Никулин И это Как правило Концовка Дня Реабилитационного Когда Пациент Говорит Как ему тяжело Было Или как Наоборот Ему стало Легче Так вот В отношении Коммента Который Сегодня я получил Отвратный Массаж Отвратительный Массаж Я Минут через Десять Когда анализировал Это все После Живой? Да У тебя стал Шевелиться Позвоночник Буквально На 2-3 градуса Чуть-чуть Это уже хорошо То есть У тебя зажатие Вот это вот Оно у тебя Расщелкнется Достаточно Быстро Не знаю Насколько быстро Но по крайней мере Уже предпосылки Для этого есть И ты хорошо Расслабляешься Так вот Закончив Эту тему Рубрика Спасибо Доктору Микулину Уже Тысячу раз Себя Оправдала И тысячу раз Себя Уже Окупила Вот этим Комментом То есть Товарищ Который Написал Он Удаслужился Посмотреть Только вырезку Кусок Определенный Один Сделал Оценку Своему Не моему А своему Массажу Относительно Массаж 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 Полное Массаж Массаж Текущее состояние Что в нем не так И вот я в принципе Это текущее состояние Описываю на языке пациента Сейчас у тебя правая ягодичная область Правая ягодичная область Она у тебя пошла в зажимы Она у тебя начинает пружинить Она у тебя пружинит И в принципе у тебя нет разделения на слои То есть они все слои идут у тебя как шарик Целиком Ты меня понял? Да Вот Мой пациент Специалист Профессионал массажа Академии Микулина Он меня понял И автоматом У тебя вся правая сторона Она пошла в зажим И сейчас если я буду выполнять В том же самом ритме Я наоборот Только твои сегменты буду провоцировать На возбуждение Мне надо сбить возбуждение С них Поэтому я просто меняю темп Вот Так вот О проекте Обучение массажу Обучение массажу Так вот Я бы сказал Вот в отношении Артур Насколько он идеальный массажист По сравнению с чем То есть нужен эталон Но возьмем по качеству эталона Андрея Микулина Вот я бы сказал Я бы сказал Что Артур На момент Когда последний раз Я его видел Он был эталоном Андрея Микулина По технике Составляющим 55% И по диагностике По диагностике Он примерно Примерно Если брать Ту область Которую он обучался Позвоночник Суставы Ноги Мышцы Диагностика Составляла Приближенная ко мне 75% Ребята Это очень высокая цифра Это просто Это очень высокая цифра Это на уровне доктора Профессионала Вертебролога По диагностике И Сами понимаете Доктор Он Или врач Он назначает Какие-то медикаменты Или какие-то Обследования Исследования И Он Не Исправляет Он не корректирует Тело руками А у Артура Как и у всех Моих остальных Ребят У них есть Еще Возможность Возможность Корректировки Тела То есть Не только поставить Диагноз Откорректировать Вот сейчас Тебе в разы Интересно Смотреть Через спину Через руки Что я с тобой Делаю У меня В принципе Ты помнишь Всегда стоял Монитор Внизу Сейчас Пока Этот монитор Он пока Не там А так Готовится Здесь Вот эта Вот Как раз Площадка И монитор Будет там А вчера Еще пришла Ко мне Маленькая Камера Небольшая Которая Будет показывать Твою мордочку И Я буду Видеть Твое лицо В момент Нажатия боли Представляешь Как классно Просто офигеть Монитор Монитор За счет Монитора Как раз У нас Была Вот Эта Обратная Связь И вот Еще По поводу Артура Я Выскажусь В принципе Ко мне В 19 Году Может быть В начале 20 Когда Еще в подвале Когда я Еще в академии Была Пришел Доктор Уже на пенсии С Инфекционной Доктор Инфекционист И он Работал В детской У нас Больнице Которую Все знают Но не буду Называть Доктора Фамилию Не помню Женщина На лицо Да помню Вот И мы с ней Практически Каждый день В течение Десяти дней Курса Разговаривали О медицине На третий день Я затронул Интересную Тему И эта тема Была Что Сейчас Теперешние Студенты То есть Я как бы Стал жаловаться На своих Ребят Что У них Полностью Отсутствует Клиническое Мышление И Это Клиническое Мышление Мне Приходится На 2К Просто 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 Вдавливать Чтобы человек Именно Думал Вот Так вот Она мне Стала Жаловаться Она говорит Андрей А почему Вы думаете Что я На пенсии И я Работаю Потому что У многих Текущих Докторов Отсутствует Клиническое Мышление Наук То есть Этому Этому В мединститутах Раньше Я не знаю Обучали Или не Обучали В медакадемии Обучали Обучают Не обучают Сейчас тоже Не знаю Но по крайней мере Когда человек Приходит На практику На практику Раньше Старое поколение Их просто Дрессировали На клинику На клиническое Мышление Так вот Артур Артур Который лежит Здесь Вот эта Широкая Спинка Он обладает Очень хорошей Внутренней Чуйкой И у него Практически На 95% Именно Запущено И развито Это клиническое Мышление В отношении Того Функционала Больных Или Функционала Болезни Нозологии С которым Он сталкивался Сталкивался Он С остеохондрозом С проявлениями С протрудинами С грыжами Как там Саша Да ничего Ухудшение есть Есть ухудшение А он Не следит За собой Не следит Он работает Неправильно Работает Неправильно У него опять Грыжа Уже 11 мм Там же 11 мм Там Где вырезали И он к себе Практически Не ходит Да он Никуда не ходит Плохо Была такая история С Артуром Я познакомился Очень давно Один из моих Друзей Меня попросил Чтобы я к нему Приехал И Его Про тебя Прямо отдельно Поставил на ноги Поставил на ноги Да И с того момента Прошло 9 лет У меня в телефоне В старом телефоне Была клиентская база И там просто был Артур И массаж И от кого И вот он мне звонит Здрасте Здрасте Говорит Помните Не помните Гэра Да я помню Говорит Что вас зовут Типа Арту А вот Он мне говорит Я Это самое Хочу к вам привезти Пациента И своего Типа друга Я не помню Может мы на ты с тобой Вот Ну наверное Я уж не помню Как это Потом мы с тобой Быстро конечно На ты перешли Вот И это самое И Он приводит Ко мне Парня Которого Зовут Александр И После История Как Александр Я делаю Александра 8 дней Я его делаю И довожу До выхода Ну где-то 55% Я снимаю Болевые ощущения 8 сеансов Массивная спина Вся в шестерках На входе На выходе Четверки И у него Или начальная грыжа И соответственно Как бы Тогда была Протрузия А вот Человек от меня Уходит со словами Смысля Александра Что Мне Достаточно Мне надо Работать Я не могу Сидеть На больничном Долго Вот я сейчас Опять Начинаю Провоцировать Тебя Ритм Видишь Фигачу Ритм И Совместно с Ритмом У меня Продавливания Идут На Семидесятку Вот И это самое И дальше Происходит Следующее Он уходит И еще Один момент Такой Артур Внимательно Прям с первого Сеанса Сидит и смотрит Что я делаю Сидит и смотрит Я спрашиваю А что ты смотришь Он там Мне интересно Я говорю А что интересно Да мне интересно Как ты лечишь Молодей Как ты их вытаскиваешь Я говорю Ну да Я ему задаю Один интересный вопрос То есть я всегда По каждому Из своих пациентов Мониторю Статистику Я Не поступаю Как у нас Делают В стоматологии Раз В месяц Или раз В полгода Делают Обзвон Придите ваши Зубки Посмотреть Еще туда Сюда Я считаю Что если человек Ко мне не появился Значит ему не надо Значит у него Все хорошо Вот И меня Заинтересовало А почему Артур ко мне Не появлялся 9 лет Он мне тогда Сказал фразу Которая Мне тоже Стала интересна А я Андрей Твоими рекомендациями Пользовался Я себя Не доводил До состояния Уграбления Я работал На балансе И поэтому Я к тебе не появлялся Помнишь Что я взял Вот А потом На третьем дне Он по-моему Или третий день Или второй Или третий Мне говорит Андрей Я хочу у тебя учиться Я почему Массаживаю Зачем Я хочу так же Как ты Лечить людей Я хочу Я понять Я хочу Я понять Получиться А понять Понять Да Как так Да Вот ребята Как можно отказать Когда первый принцип Собеседование Выполни Когда у человека Горят глаза И он не отрываясь Смотрит на тебя На твою работу Я его взял И он как раз Прошел первый курс Вместе с Аленой Алена у нас была Такая девушка Интересная С длинными Длинными волосами Вот И потом Это самое Артур Когда заканчивает Он Алену Говорит Ален Ну у меня пара нужна Давай Мол Со мной вместе На второй курс А та Ну конечно Давай с тобой На второй курс Ребята попадают Сразу Практически Без перерыва На второй курс Вот Так что Артур Я хочу просто Сделать эксперимент Эксперимент Какой Мне Просто Хочется Или Свою вот Эту мысль По поводу обучения Подтвердить Или опровергнуть То есть Если человеку Дать все Если дать ему Возможность Смотреть Что я делаю Если дать человеку Возможность Слышать Все мои Объяснения Полностью С нуля Профессиональные Как я вам объяснял Даже может быть больше Если мы с вами За месяц За полтора Обучения На 1К Мы с вами Не успеваем Пройти Всю анатомию А это В течение года Я полностью Буду Каждую Мышцу Тела Объяснять Рассказывать Все вот это Все это писать Можно посмотреть В любом Отложенном варианте То есть Сегодня пришел Некогда Посмотрел Пролистал В течение секунды Потом На воскресенье Взял Запланировал час Почитал Посмотрел Информация Ведь Такой информации Нет Ни у кого Нет Но при этом Я практически Сразу Ограничиваю Обратную связь Я ее не даю Человек мне пишет Андрей Как вы Выполняете Этот прием Я ему Никак не отвечаю Человек Мне Берет И говорит Андрей Посмотрите Пожалуйста Я выполняю Массаж Правильно Я ему Никак не отвечаю Человек Говорит Андрей Я 25 лет В массаже Ваш массаж Это полная Фигня Что вы Людям Пудрите Мозги Я никак Не отвечаю На это То есть Я просто Из этого Обучения Из Выкладывания 1К В течение года Просто убрал Обратную связь Вот И Потом Когда человек Уже будет Готов Готов Потом Он просмотрел Все ролики Он со мной Связывается Мне в контактах Или где-то там Пишет Или делает Кому это действительно Интересно Да Кому действительно Интересно Он пишет Мне Это самое Или делает Звонок И говорит Андрей Я посмотрел Весь ваш Первый курс Я хочу у вас Обучаться И вот тогда У нас с ним Реальное Начинается Обучение Он мне тогда Присылает видео К пример Своей работы Приезжает сюда Ко мне И мы В течение Двух недель С ним Практически Практически Его Доводим До ума Вот Если К примеру Человек приходит Ко мне И говорит Андрей И начинает Со мной Прямо с первого дня Спорить Вот Вы это не так Делаете Вот это Так Вот это Так То есть По другому Он начинает Транслировать Технологии Другого Преподавателя Даже С ошибками Ивана Не понимает В этом случае Человек Едет туда Откуда он Приехал Вот Потому что Первое Правило Которое Я Выполнил В течение Двух лет У Ивана Николаевича Щеголева В течение Года Я выполнял Это же Правило У Андрея Борисовича Короткова Он Мне поставил Такое Условие Забудь Андрей Все что ты Помнишь О массаже У меня была Элитная подготовка В 8 лет Массажерского Спецназа Я бы сказал У Ивана Плюс еще Вертебрология С огромным Количеством Пациентов С патологиями Позвоночника Потом еще Завод Упаковочных Машин С записью На год В период В течение 4 лет Практически Весь завод Был счастлив От того Что был Там Андрей Никола Ребята Работали На станках Делали машины Бывший Огромный Завод Ленина Который Потом Стал делать Упаковочные Машины А потом Его В момент Перестройки Просто Его С молотка Продали За копейки Вот Так вот Я считаю Что Я прав Потому что Без обратной связи Массажу Научиться нельзя И Огромное Количество Вот например Тоже один Коммент Такой не стал Отвечать Девчонка Пишет Какая-то Или девушка Или женщина Ну простите Я вас Не разглядывал Как Вы там Выглядите Пишет Массаж Для каждого Человека Должен быть Свой Медовый Масляный Вот там дальше Там я не помню Что там Релаксирующее Или что-то такое Так вот Ребята Еще правило Есть такое Прямо Изначальное Правило После Правила Забыть Что вы знаете О массаже А иначе Обучение Не состоится Иначе вы ничего Не поймете Иначе вы будете Относительно Моей системы Обучения Оттачивать И доказывать Что ваша Система Права Но только потом Когда Сначала Единицы Потом десятки Потом сотни Потом тысячи Потом сотни тысяч А потом миллионы Людей Когда вам будут Говорить Что система Микулина Она на самом деле Правильная Вот тогда Вы только задумаетесь Только укуситься Ваше время Да вот А система Описывается Простым Обыкновенным Языком Что чувствует Пациент Сейчас Вот я вам говорил Что у Андрея Микулина Рот Сам по себе Глаза Сами по себе А пальцы Сами по себе Три разных Личности Одна Личность Оправляет Руками Вторая Личность Болтает Третья Рассматривает Подъемный Кран В окошке Живой? Да Живой Да То есть Ребята Пациент Пациент Он испытывает Ощущение И Массаж Этому Пациенту Строго Дозированный Строго Индивидуальный По его Состоянию Сейчас Вот Я Снизил Практически Сначала Ширму Массораковки Здесь Буквально На 0,3 Или 4 Десятых Секунды Я Увидел Сразу Мышцу Которая Стала В напряг Я Снизил Нагрузку До 20% В этой Области И Это Ребята Было Уже Минуту 20 Назад То есть Это Было Буквально 5 Секундное Действие И Вот В каждом Из Моих Вот Этих Действий Есть Свой Определенный Логический Смысл И Полностью Работа На Обратной Связи Поэтому Сразу Исключаются Для работы На Результат Сразу Исключаются Моменты Работать По Сценарию Который Есть Для всех Для Артура Этот Сценарий Точно Не Подойдет Для Выборки Из 100 Тысяч Пациентов Работать Всем По Одному Сценарию Возможно Десятерым Подойдет И Этот Сценарий Подойдет Любому Целый Пласт Любому Пациенту Который Здоров Здоров Можно Делать Все Что Угодно А дальше Варьировать От того Любит он Побольнее Посильнее Или он Не любит Когда ему Делают Побольнее Посильнее И Все Вот Вот Выборки Вот Так И Делают Живой Тормально Отлично 40 Минут Ребята Он Выдержал 40 Минут Великолепно Шикарно Шикарно Она Теплая У тебя Здесь Вот В этом Месте Уже Чувствуется Эластик То есть Я мышцу Твою Вот Так Я делаю И Она У тебя Процентов На 40 Отзывается Эластичность Здесь В этой части Так Теперь Я буду Артура Ругать А вы Будете Ребята Слушать Как я Это Делаю Артур Ты знаешь Есть Такой Пояс Для Поясницы Есть У тебя Есть Думан Даже Два Сколько Раз За две Недели Ты его Одевал Шикарно Ребята Вот Он Вам Ответ Честно Да Правильно У меня Один Еще Есть Для Орган Поддерживать Почки Сейчас Вес Поднабрал Они Вообще Все На месте Шикарно Отлично Так Ну И теперь Тебя Положи Руки Ребята Есть Такая Работа Особенно Шейным Отделом Если Процент Артур Это Знает Если Работает Шея Для Обеспечения Максимального Расслабления Шейных Мышц Надо Руки Чтобы Они Лежали Под Головой Если Руки Долго Не Могут Лежать Под Головой Как У меня В 15 Году Больше Минуты 20 Секунд Я Не Мог Правую Руку Держать Потому Что Была Боль Дикая Шея Когда Михаила Колесникова Тренировал Тогда Положение Доступно Руку Опустить Вниз Не Вниз Сюда А Вбок Кушетки То есть На самом деле Вашему Пациенту Вашему Пациенту Доступно Всего Три Положения Если У него Мордочка Лежит Внизу Вот Сейчас Он Шипит То есть Вниз Сюда Надо Не Только Камера Потом Реально Будет Камера А еще Будет У нас Здесь Микрофон Который Будет Его Шипение Погазывать А потом Будет Это Все В искусственный Интеллект Монтировано Который Будет Анализировать Его Лицо Кремас Боли Здесь Прям Такая Сирена Вау 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 Пациенту Больно Сирена Может Не будет А как Эта Индекация Будет Вот У него Как раз Я и говорил И говорил Ребята Почему я делаю И что я делаю На шее В первой части Этого видео Обязательно идет Диагностика Я снимаю Максимальное количество Жалоб Максимальное количество Анагиза И я Вам говорил Что у него Правая сторона Правая сторона Верхушка Поджата Сверху Вот я ее Как раз и вижу И так как Тело у нас Единое Целое Единое Целое Как раз Мы сейчас Работаем Шеей Тоже Потому что Поясницу Я восстановлю А у него Заклинит шею Или наоборот Шею Заклинит Не сегодня А через пару Дней Человек Человек Не на больничном Человек Отпросился Сегодня С работой У человека Сложная Работа И физическая И моральная И сейчас Он шипит А каждое Его шипение Это повышение От реального Давления Буквально На 5 Пунктов Возможно Поэтому я Обязательно Его сейчас Выравниваю Делаю ему Классный По ёжику Кайф Я вчера Ленка пришла Я вчера Это с вами И Делал массаж Одной руки И второй руки И заодно писал Вот эту золотую серию Золотую серию Это работа По нормативу По нормативу Которая была Для массажистов В советское время И поэтому нормативу Тоже на 1К Отрабатывал Шея ШВЗ 15 минут Вот Рука 15 минут Одна Вот я вот записал Два видео Левая рука И правая рука По 15 минут И в принципе Это все вошло Так я назвал Золотая серия Академии массажа Микули Так вот Артур Я руки Особо Их Не массирую За отведенное время От 40 минут До часа Я в основном Работаю С тем Что более Ценно Для тела Позвоночник Там еще Ты живой? Нормально? А это я просто Я отмассировал руки Так вот Она вчера Стала петь мне Реферамы Вот эти вот Она Так Ей просто было Офигительно Она говорит Мне никогда Руки так никто не делал Массаж Рук Вот То есть Там и кисти были Там и предплечья То есть Там мне в основном Кайф он уходил Когда не только Допустим По кистям А начиная с предплечья К примеру Вот То есть Человек испытывает Ощущения Реальные Не книжные Если Мы видим Сайты По массажу Мы видим На этих сайтах Копирайф Практически Практически Каждое Слово Повторяется С другого Сайта И сайты Похожи Сайты Близнецы Мы видим Улыбающиеся Фотографии Классные У меня тоже Целых таких Набор На моем сайте Массаги Врем Специально Там картинок Таких Очень много Тоже есть Счастливые Улыбающиеся Во время Массажа Но При этом Раз на форуме Читаю Вещь такую Один мальчик Массажист Он свежий Профи Мне вот Говорит Ни в коем случае Пациенту Нельзя делать Как у них клиенты Нельзя делать Клиенту Болезненный Массаж Другой Берет Еще человек Десять Если Типа Вот Моя клиентка Я бы сделал Ей больно Нажал Она бы От меня Убежала Так вот Ребята От Андрея Микулина Еще Никто Не уходил Когда Он Делает Немножко Больно Как сейчас То есть Необходимо Да 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 То есть Там у него За трапецией Располагаются Ромбовидные мышцы И если Если Работать Работать На Поверхности Дальше Кожи Это будет у нас Трапециевидная мышца При этом Если не уйти Глубже Мы Ни ромбики Не захватим Ребята Совсем То есть Ваши Понятные Транскрипции И эта категория Категория Уже Спортивного Массажа Это Разминание Разминание Ромбовидных Структур Или как я Называю Стабилизаторов Лопатки И С этой стороны При этом Мои пальцы Мои пальцы Ко мне пришел Дядя Слава Спортсмен И раз его Просто осенило Он говорит Андрей Ты делаешь По тысяче Отжиманий На пальцах На одном Пациенте Я ругал Вспомнил Не так давно Может быть С месяца назад Полтора Два Примерно Проснулся Все нормально Вдохну Вдохнуть Не могу Полной грудью Как будто Сердце колет Не пойму Сначала Шестой Седьмой Грудной И двенадцатый Грудной В итоге Я сам себя Кое-как Кое-как Но В итоге Я прижался Косяку Двери И разбинал Так Ромбовидно Как мог Ромбовидно Как мог Потом жену Просил Говорил Куда Как нажать Ну вот Буквально Не знаю Два раза По десять минут И дышать Нормально Слова Отлично Смотри Была реальная история В стационаре В уборке Леонид Эмильевич Антьевка Заведующий Нейрохирургическим Отделением Уголовей Работал Царство Небесное Ему Сейчас К сожалению Его Нет с нами Это огромная Потеря Для Воронежа Для Воронежской Области И для России Он делает обход И одна из женщин В палате Там как правило Четыре койки Одна из женщин А я кому-то из них Делаю массаж Соответственно А у них обход Мы Где-то может быть Восемь Тридцать Я как бы Начинаю свою работу А они где-то в девять Наверное Делают То есть массажисты Они раньше Одна из женщин Спрашивает Леонид Эмильевич А можно спросить Она говорит Да А как Говорит Самому себе Говорит Восстанавливать Как Или она спросила Или как вы себя Там лечите Там как-то так Он берет Откладывает Свою вот эту папку Которую я держал В руках Подходит К косяку двери И как-то и начинает Мять лопатки Говорит Вот так Ничего не нашел Просто Я другого варианта Да 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 Теперь Ребята Попутно Сразу скажу Если у вас Зачемило Если у вас Зачемило Поясницу Лопатки Шею Не надо при этом Висеть На двери И на турнике Почему Срабатывает Обратная реакция Обратная реакция Следующая У вас Место Где у вас Зачемило Чтобы не Зачемило Еще больше При растяжении Оно входит В сильнейшие Тиски Вот Поэтому Если вы Просто Попытаетесь Расслабить Спину Это проверено Неоднократно На мне И на моих Многих 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 Пациентах Если вы Пытаетесь Свою спину Растянуть Расслабив Так вот Она у вас Ребята Наоборот Напряжется Что же делать Когда Мы читаем Что вот Надо висеть Ребята Надо иметь ввиду Что там Не написана Одна вещь В момент Сильнейшего Напряжения В момент Блокировки Сильнейшей В момент Обострения Как сейчас У Артура Висеть Нельзя А вот Когда у вас Ничего Нигде Не болит Висите Хоть Обвиситесь Но Даже полезно Только получается Когда у человека Перестанет болеть Две недели Проходит Потом Пожалуйста Висите И то Висите Не как Мартышка А висите По принципу По принципу Что если Где-то Что-то Кольнуло Вы Аккуратненько Сползли И Перестали Висеть Так Ты завтра Ко мне Утром Появишься Конечно Давай В 10 Завтра А вот Послезавтра Ты не появишься Потому что Будет воскресенье А воскресенье Мы с тобой Тогда на той неделе Встретимся В воскресенье Я поеду На дачу Я потом Два дня Отработаю И опять Значит Да То есть Ты получается Понедельник Потом В среду Ты ко мне Появишься В принципе В среду Как бы можно С утра Но посмотрим Там Ближе Ближе И вот Ребята Я сейчас Начинаю Его Потихонечку Поравнять Почему? Потому что Он состоит Не только Из мышц Он состоит Еще Из Фасциальной Ткани Из Соединительной Ткани Которая у него Здесь вот Уже Начала Прорастать И вот Триггера Раз Здесь Которая Сейчас Я с ним Ничего Не буду Делать Хотя Они уже Есть Вот я Один Слегка Придавил Но Не Распался На фракции Сейчас Потому что Мне это Не надо И вот Ребята Наша Процедура Сейчас Уже Подходит К своему Логическому Завершению 53 минуты На процедуре Сейчас Слушай Я могу Тебе Медвежью Услугу Оказывать Сейчас Если У меня Есть Феналгон Я могу Тебе Надрать Феналгоном Не 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 Я Знаю В своей Жизни Что Мне Помогает Я Не Пользуюсь Никакими Мазями Не Пользуюсь Вообще Ничем Больше Ребята Что Такой Феналгон Феналгон Это Очень Сильнейшее Жгучее Средство Которое Жгет В течение Двух Дней Феналгон Нельзя Мочить Если Артур Спотеет Он Тогда Сдернется Сразу Поэтому Мое Дело Предложить А его Дело Отказаться Я Я Теперь Знаю Никаких Уков Я Вообще Все Забыл Что Так Ребята На этом Сегодняшняя процедура Закончена Закончена Сейчас я Да Он показывает Так Сейчас я Вытащу Сюда Камеру И потом Он Присядет На Кушлеточку Скажет Пару слов Потому что У меня Сейчас уже Запланированный Другой пациент А когда Пишется Камера Я не услышу Звонок Сразу Прям Сходу Пока Пациент Сейчас Встал Еще Пока Не Оделся Пока В развалочку Вот так Вот Скажи Как Ты себя Как всегда Замечательно Как всегда Замечательно Видите Ребята Он Чуть Чуть Напрягся То есть Для его Кровотока Это Очень Достаточно Такая Ощутимая Нагрузка Теперь Следующий Раз Завтра Ты с собой Знаешь Что возьмешь Еще Вдобавок Ты возьмешь С собой Есть у меня Такой костюм Космический Для того Чтобы тебя Засунуть В этот костюм Мне надо Чтобы у тебя Была какая-нибудь Такая майка С рукавами Целиком Тоненькая И какие-нибудь Штаны Полностью И соответственно Носки Трико Трико Да И я тебя На 25 минут Кложу И ты Как Лена Начинаешь храпеть В этом костюме А вот Ощущение Замечательное Расскажи Какие Замечательные Замечательные Конечно Уже облегчение Чувствую Уже облегчение Ну и теперь Здесь может еще Я понимаю Что до конца Но я ногу могу поднять Ногу можете поднять Не Ну сейчас Подтягивай Это 5С1 Я знаю Это проблема 5С1 Подожди секундочку Стоп 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 Мой хороший Стоп Я для тебя Специально Вот эту фигню Принцип Это самое Притащил Ребята Это я подрассвабился Работа Меня подрассвабился Так Ну на этом все И мы с тобой встречаемся завтра Совершенно Все ребята Окей Продолжение следует...